Сегодня мы открываем в стенах нашей библиотеки, нашего университета, виртуальный читательный зал президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Мне кажется, это очень важное событие в целом в истории нашего университета, потому что за более чем 80 лет существования РГГУ, историка архивного, он всегда являлся центром подготовки специалистов по истории России, по россии и ведению в целом. И за эти годы из стен университета вышли многие поколения, многие десятки, сотни очень хороших специалистов. Часть из них стали действительно учеными с первой известностью. Те студенты, которые учатся в университет в текущем году, те, которые будут учиться позже, они получают в этом виртуальном читательном зале уникальную возможность. С самого начала работать не с хрестоматиями, не с какими-то отдельными фрагментами документов, а с самого начала получают возможность прикоснуться почти к оригиналам важнейших документов, в которых запечатлялась не история нашей страны и развитие ее государственности, и к тем документам, которые связаны с бытованием и развитием русского языка, с развитием регионов и территорий Российской Федерации. И мне кажется очень важно и значимо, что вот виртуальный читальный зал президентской библиотеки находится в центре вот этого зала, в центре зала свободного доступа, открытого доступа к библиотеке РГГУ. В центре и, я бы сказала, и в сердце. Почему? Потому что здесь вот наша история, здесь наши истоки. Если мы посмотрим на то, что находится вокруг, это свободный доступ к самой современной научной литературе. Можно подойти в полки, можно взять монографию, которая печатана в последние годы, в последние годы, самые свежие издания по различным наукам. А если мы, скажем, посмотрим еще на другой ряд компьютеров, которые стоят в этом зале, то это доступ к мировым ресурсам. Ведущие поставщики ресурсов работают с нашим университетом. И база данных JSTOR, и зарубежные диссертации, и база данных EBSC. EBSC. Список очень большой. Все это здесь есть. Поэтому это прекрасная основа для написания качественных студенческих научных работ. И мне кажется, что вот этого начинания, или, скажем, это традиция уже президентской библиотеки, открывать свои виртуальные читальные залы, открывать свои филиалы в разных уголках нашей страны, в разных университетах, в разных библиотетах, это очень важное явление, очень значимое и для развития национального самосознания, и для развития науки. Но для того, чтобы в конце концов каждый приходящий в стены библиотек университетов мог найти себя и в своей истории, и просто реализовать себя как специалиста, как профессионала. Вы хорошо знаете о системе наших университетов тем более, что международное признание и мировой рейтинг любого вуза сегодня, в наши дни, это, конечно, серьезность и глубина его информационной базы. Причем самая разнообразная. И чем больше таких источников будет, больше будет выхода, причем признанных. Хорошо, что властью обрекается эта президентская библиотека, она, собственно, так и создавалась. И хорошо очень, что она будет под присмотром хорошим, интеллектуальным. Я надеюсь, еще длительное время. Это позволит нам иметь под рукой надежный источник информации. Причем, думаю, не только исторической, но и информации, которая, конечно, будет полезна социологам и политологам в нашем университете. Сейчас идут гуманитарные чтения. Гуманитарные чтения – это уже предполагается синтез сферы ведущей наук самого разного профиля, то, чем гордятся в нашем университете. И я думаю, любой информационный ресурс и выход на него вот таким образом, как это мы делаем через виртуальный зал президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Нельсона, это очень важное составляющее такое звено в этой системе, работающей на общую идею гуманитарного университета. Архивная революция 90-х годов – как раз время президентства Бориса Николаевича Нельсона, когда в массовом порядке, в огромных объемах стали открываться фонды государственных архивов и ведомственных архивов, в том числе таких архивов, которые были не просто недоступны исследователям, но о которых даже и мало знали, что они вообще существуют. И, наверное, еще одна из революций, которую пережила Россия и не только Россия в конце 20-го века – это была революция электронная. Эта электронная революция продолжается до сих пор, и это уж революция точно бескровная и очень позитивная. И вот сегодня мы присутствуем при очень значительном событии, но все же одном из многих подобных событий, которые свидетельствуют о том, что мы являемся все свидетелями, современниками и участниками этой самой электронной революции. Вот те же 90-е годы при президенте Ельци, когда впервые стали употреблять в своем сочетании электронная Россия, виртуальная Россия, электронное правительство, тогда в начале 90-х это случало как нечто инопланетное, как будто это что-то такое из области научной фантастики, утопии научной или технической. Но сейчас мы понимаем, что, конечно, это не фантастика и неудобие, а это новая реальность, и эта новая реальность имеет разные измерения. И одно из измерений этой новой реальности – это принципиально изменившиеся условия научной работы, научного поиска, той самой эвристики научной, о которой мы сейчас много говорим. Сформировалась, может быть, не в полном объеме, и она продолжает формироваться динамично, быстро, по-разному. Новая информационная среда научно-исследовательской работы. И современному студенту, и даже, может быть, уже и аспиранту, трудно представить себе те иные, другие совсем условия, в которых работали ученые-исследователи предыдущих поколений. Два слова в порядке саморекламы, не себя, конечно, а гуманитарного архива РГГУ. Это как раз такой архив, который мы создаем с нуля у нас в университете, а архивы вообще редко рождаются. Они долго живут, но редко рождаются. И в гуманитарном архиве мы храним личные фонды наших ученых, как уже ушедших из жизни, так и ныне здравствующих наших старших товарищей и коллег. Их дневники, их записные книжки, их переписку, их творческие материалы. Храним большие документальные коллекции по истории РГГУ и историко-архивного института. И вот начиная эту работу с нуля, мы, конечно, с самого начала для себя решили и постановили между собой, что мы будем создавать электронный архив, и что все те документы, которые в гуманитарном архиве РГГУ уже хранятся и будут храниться, они все будут оцифрованы, они все будут представлены в виде электронных образов архивных документов, все описи будут электронные, научно-справочный аппарат также будет обязательно представлен в электронном виде. И вот для нас то, что сегодня здесь происходит, это еще и определенный мастер-класс. Для нас, не только сотрудников гуманитарного архива РГГУ, а вообще для архивистов, потому что библиотеки в этой работе ушли вперед, архивы их догоняют, но библиотеки объективно ушли вперед. И мы очень благодарны за то, что у нас есть возможность, благодаря нашей замечательной библиотеке РГГУ, действительно замечательной библиотеке, учиться и проходить вот этот самый мастер-класс. А сегодня открывающийся виртуальный зал президентской библиотеки – это пример высшего пилотажа в этой деятельности. И как замечательно, что с самого начала это явление не какое-то элитарное, ограниченное узким кругом участников, а это универсальный ресурс, к которому все мы можем иметь касательство, и который может оказаться полезным, важным и плодотворным для научно-исследовательской работы каждого из нас от мала до велика. Вот фотографии. Здесь видно ручные подписи есть. Если укруглить, видно Левадия. Продолжение следует...